Стой! Стой! Так студенты Алтайского гостехникума кинологии инсценируют нападение преступника. Собака на чеку обучена команды знает, жертва спасена. Однако есть еще чему поучиться и есть пример для подражания. Ведь еще во времена Великой Отечественной собака была для человека не просто другом и спасателем, но и боевым товарищем. И об этом с уважением помнят. Их вклад достаточно весомый был. Это были и собаки-подрывники, и медицинская служба, и разминирование. Очень большие сферы применения собак в годы войны были. Поэтому вот в память об этих собаках проводится это мероприятие. Чего только стоит подвиг армейской овчарки Дины. Первой собаке-диверсанта Красной армии. Осенью 43-го года она, рискуя жизнью, взорвала вражеский эшелон и осталась жива. Еще одна значимая заслуга – Джульбарса – знаменитой собаке-сапера. Животное обнаружило почти 8 тысяч мин и более 150 снарядов. Собаки-бойцы и сегодня очень выручают на передовой. И не только. Например, этого бельгийского красавца зовут Аслан. Работаем уже на протяжении 7 лет с ним. Выезжаем на места происшествия. Работает он у меня по целевым веществам. То есть обнаружение взрывчатых веществ, оружие. Они могут и на задержание ходить. По запаху они хорошо ищут наркотики, боеприпасы. Также и по разыскной деятельности, по разыскной службе они выезжают на места происшествия. То есть на грабежи, на разбой могут по запаху человека, по следам. То есть найти жулика. От таких собак требуется характер и уверенность. Для службы их отбирает по физическим и умственным качествам. Службу служебное животное у нас начинает с одного года. Получает специальное образование. В специализированных школах с ней приходит кинолог. Потом начинает службу по направлению деятельности. Служба проходит до 8 лет. Пока не исполняется служебное, 8 лет. После мы можем, если собака готова нести службу дальше, продлить его на 1-2 года. Однако для того, чтобы собака безупречно выполняла команды, нужно найти к ней подход. Один из них заключается в методах дрессировки. Некоторые собаки, допустим, больше любят лакомство. Ей больше подходит вкус опасительный. Некоторые вот игривые. Ей больше подходит игровой метод дрессировки. Также на мячик, на игрушку. Некоторые собаки жесткие. С ними надо пожестче. Которые доминантные. В принципе, доминируют над хозяином. С ними нужно жестко с самого детства. У каждого студента кинологического техникума есть свой питомец. Будущие кинологи обучают подопечных безупречно выполнять команды, искать человека в толпе, находить предметы и не только. И это все ради того, чтобы в будущем они могли защитить не только своего хозяина, но и, возможно, стать собаками-героями страны. Например, как Дина и Джульбарс. Мария Костолева, Владислав Ковалев. День с толком.